добрый день дамы и господа с вами Лили Павловна Коваленко все-таки мне самой нравится эта тема я думаю что она интересна и мужчинам даже не только женщинам потому что вы должны знать какие психотипы женщин есть как вам придется с ними учиться либо наоборот быть счастливыми женщины должны знать кому они относятся как они могут что-либо подкорректировать какие-то свои комплексы господа все связано с нашими комплексами что мы говорили все комплексы головочки поэтому посмотрите на свои ресурсы не говорите что вы толстая с этим можно справиться а не можете справиться замените чем-то таким что никто не будет обращать внимание на вашу комплекцию либо как всегда говорят что на каждую там кастрюлю находится крышка значит вы такого уровня что вы не можете осанкой походкой сделать то что может что даже не может сделать стройненькая и вроде бы как красивее вас по каким-то там признакам золотого сечения не смотрит на вас мужчина как на золотое сечение он смотрит на вас как на картинку но даже не это главное не забывайте мне о своей внешности не забывайте о своем эмоциональном состоянии и конечно же о духовном все это является чрезвычайно привлекательным если случилось мы говорили что есть служанки принцессы и королевы если случилось что так воспитывали либо какая-то подружка долго добивалась чтобы вы почувствовали себя некрасивой либо какой-то молодой человек так ранил вас что эту рану вы не смогли залечить ничего страшного все равно остается какой-то у вас временной лаг чтобы набраться энергетических каких-то своих запасов и подпитывать мужчин даже такого какого выбрали будучи служанкой и вместе с ним вырасти совершенно до другого уровня если же это принцессы то мужчины должны знать сложно капризно купи шубку купить бриллиант и купить там что-то еще машина у нас устарела не волнует ее где вы это возьмете она хочет ну значит надо смириться мужчине либо женщине принцессе осознать и опять же посмотреть да чаще всего принцессы и внушили либо они сами себе сумели вот это вот планочку поднять и они себя чувствуют великолепными красивыми неповторимыми вопроса внешности не стоит тут бы как бы не ляпнуть чтобы то ни было вот эта проблема потому что когда говорят тогда и глупость видна поэтому принцессе лучше бы помалкивать но она настолько обращает на себя внимание отмалкивать не может на везде вставляет свои ляпы и они становятся ляпами и почти анекдотами тогда и надо из этой среды уходить идти в другую чтобы не быть добитья каким-то существом королева если у нее не складывается что бы то ни было она же такая как и все остальные только немножко больше железа то есть воли эмоции она да вот 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 это вот то состояние мужчина это очень хорошо чувствует она счастлива что она живет живет а все остальное она подправит она подкорректирует она радуется жизни ну нет пока такого который должен быть ей по судьбе значит она она не сомневается что он есть что он на подходе она не тратит время зря она начинает проводить какие-то свои процессы обучения которые способствуют выводу ее на совершенно другой уровень где она может встретиться совершенно другим типом мужчин вот чем чем отличие она никогда не за она начинает любить себя вот это вот разница полюбила не получилось любовь где-то не сложилось что-то такое произошло что-то ее где-то опустила любить себя любить себя тупо в окошко не смотрит у них всегда есть какие-то проекты у них есть какие-то там занятия они самодостаточны им интересно жить а когда человеку интересно жить конечно все на этот мед слетаются потому что там интересно вот станьте интересной самой себе и мгновенно поднимаетесь под уровень королевы и вот тогда у вас идет совпадение я пытаюсь приводить вам примеры из очень известных фильмов не влезая в голливуд потому что там немножко другая психология там под другие ценности мы до той толерантности не дошли образованность у них подчас ниже чем у наших женщин но наши не ценят себя они едут в италию там это горшки мыть а американки они феминизмом занимаются то есть как бы немножко разные шкалы рейтинг рейтинг во всем совершенно различным поэтому я не хочу вас сбивать на голливудские фильмы даже на европейские фильмы европа вообще живет по-другому а мы живем вот так хотя украина вообще центре европы но мы другие давайте не будем сами себя обманывать и говорить что мы самое что ни на есть европейцы умны красивы оценили нас европе но это не значит что мы можем сразу там достигнуть уровень королевы а нам надо дойти до этого потому что может случиться что брак с иностранцем станет нормой и для этого мы должны быть готовы но если мы возьмем такой известный как фильм как служебный роман это типичная королева которая в принципе поставила на себе крест но она поставила крест на себе только в одном плане я больше не не верю мужчин как она трогательно говорит он делает ей предложение я не верю вам но я вам не верю вот настолько ранил ее тот первый роман что она не верю и все-таки она же не теряла зря время она не сидела не смотрела в окошко она директор крупнейшего научно-исследовательского учреждения институт это не институт это какой-то там стат управления но это не имеет значения на пределе она всегда ответственно не только за себя а из-за остальных у нее промах она перестала за собой следить из-за этого было непонятно сколько ей лет вот то что королевам не должно быть свойственно но ей повезло как бы она вышла на уровень который почти вот мы говорили о смешанном типе в принципе она же конечно королева мы же понимаем что она королева которая запряталась одела косыночку запрятала чадру и считала что это чадра ей очень подходит если она ее снимет она будет менее эффектной вот это были костюмы такие прическа такая чтобы никто меня не видел никто меня не замечал но мое слово чтобы было последним если не с мужем так совсем большим коллективом и рядом с ней и секретарь которая ахиджакова но мы то понимаем да простит меня ахиджакова если она когда-то услышит эти слова она сама себе знает цену умна прекрасная актриса серая мышка но объявили ее красавицы она ведь здесь явная принцесса она завышенной такой самооценкой для нее нет вообще нет преград она она все что хочет она почти добивается в жизни она не королева она не королева ей не хватает для того чтобы быть королевой образованности она этим не занимается вот эти вот моменты вы должны понимать что если вы королевой хотите быть и у вас какой-то произошел регресс вы поняли что вы упали или вас уронили но во нас уронить нельзя мы сами падаем наше подсознание говорит опа программа у тебя часть такая что ты должна пострадать а я посмотрю как ты из этой зоны комфорта выйдешь у тебя сейчас не будет зоны комфорта у тебя сейчас будет ад на земле а ты выйди а ты выпрямись а ты стань опять королевой и тогда ты получишь все вот я хотела чтобы вы это осознали и какой бы мы не взяли фильм где есть даже вот это вот пресловутая ирония судьбы которую мы смотрим из года в год ведь тоже ударили у нее был какой-то молодой человек который скалечил ей как бы жизнь но она не остановилась в своем развитии но хотела быть служанкой хотя притянула довольно высокого статусного мужчину но без любви и считала что ну это лучше чем быть одной уже все-таки за тридцать уже как бы надо менять свою жизнь до конца королевой она не стала вы теперь можете анализировать образы любого произведения от анны карениной до кого угодно до наташи ростовой вы каждую женщину сейчас можете посмотреть по этапам жизни если она королева она выправиться а если она не королева она броситься под поезд что делать у каждого свой предел терпения и своя программа на этой ноте я заканчивать не хочу сейчас такие у нас женщины сильные что они становятся королевами не для того чтобы только быть счастливой самой собой это легко а для того чтобы притянуть нужного мужчину и сделать его счастливого он должен сделать счастливой вас и у вас должна быть прекрасная семья и тогда нам не надо выходить замуж за иностранца а если надо то мы об этом обязательно поговорим а сегодня все до встречи всего доброго